В этом году исполняется 90 лет со дня строительства Туркестана Сибирской железнодорожной магистрали. В связи с этим в областном краеведческом музее открылась выставка Турксиб, связующая нити континента. В ней представлены информации и фотографии основных этапов строительства железной дороги. Всего на выставке представлено около 200 экспонатов. Специальное постановление о строительстве Туркестана Сибирской железной дороги было принято Комитетом по труду и обороне СССР 3 декабря 1926 года. Строительство проводилось в период с 1927 по 1930 годы. Сам Турксиб был построен в качестве крупного железнодорожного узла для соединения Центральной Азии, Казахстана и Сибири. Он до сих пор имеет большое влияние на развитие регионов. Строительство на северной точке магистрали началось весной 1927 года, а осенью строительство стартовало и на юге. Быстрым и качественным возведением железной дороги руководил член Совета народных комиссаров Социалистической Республики Российской Федерации Турар Рыскулов. Задача нашего музея – дать полную информацию посетителям и гостям города о богатой истории нашего региона. Сегодня молодежь может узнать о том, как наши предки строили на казахской земле железную дорогу. Мухаммеджан Тынышпаев – первый казахский инженер, внесший значительный вклад в строительство Туркестана Сибирской железнодорожной магистрали. В начале 20 века, в 1927-1928 годах, она была дважды исследована. Всего в строительстве было задействовано более 600 железнодорожников, а также множество инженеров и техников. При этом Турксибская железная дорога способствовала формированию профессиональной школы железнодорожников в Казахстане. Кроме того, магистраль в значительной степени повлияла на развитие культуры и образования. От Жанасемея и Датчарска было построено 4 начальных школы, то есть на каждом 25-м километре стояло по одной школе. Это повлияло на повышение уровня образования местного населения. Вообще история Турксиба очень богатая. Подводя итоги, можно сказать, что люди построили Турксиб, а Турксиб изменил их жизнь к лучшему и подарил им новые возможности. По некоторым данным, в 1930 году число строителей достигло 50 тысяч. Большинство из них были местные жители. Они участвовали не только в строительстве железной дороги, но и в строительстве временных и постоянных мостов. Таким образом, дорожно-транспортный узел был завершен на год вперед, то есть за 3 года и 9 месяцев. И окончательно был сдан в эксплуатацию в апреле 1930 года. Показаны очень интересные фотографии по ходу истории строительства Турксиба. Это на всех этапах строительства Турксиба и на Аягуской линии, и на Симпалатинской линии. Очень интересные фотографии, когда люди вручную начинали строить Турксибскую дорогу. В ходе подготовки к выставке сотрудники музея обратились за помощью в семейское отделение железной дороги, чтобы взять материалы о развитии железнодорожной отрасли за годы независимости, а также познакомить общественность города с ветеранами, внесшими большой вклад в развитие страны. Я в огромном восторге от тех экспонатов, которые создали работники этого музея. Я считаю, что это очень большая заслуга тех, кто здесь проработал свыше 20, 25, 30 лет. В выставку вошли материалы из фонда филиала музея в городе Аягоз. В них представлены материалы о династиях, которые долгие годы работают в железнодорожной отрасли, а также экспонаты, относящиеся к Аягозской железной дороге. Всего в экспозиции представлено около 200 экспонатов. Сама Цикенов, Гульнас Каукен, Гулим Егыспекова, Ильжан Макзумов, Телеканал Семей.